Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня будет обзор на Самвела Адамяна. Да-да, именно на него. Хочу вам сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, а также мой канал можно найти на Яндекс.Дзене. Ссылочки я обязательно закреплю в комментариях, ну а вы, конечно же, не забывайте заходить и подписываться. Ну что ж, а мы с вами переходим, обсуждать будем с вами ролик «Остались с мамой дома». Это, конечно, нечто, это, знаете, не в сказке сказать, не пером описать. Мама вместе с Самвелом стали возмущаться, особенно мама. И кричать, да какие же на Западной Украине люди, самые настоящие мародеры. Мол, говорит, кому война, а кому и мать родна. Да, говорит, как они там наживаются на несчастье других. Ну, понятное дело, есть и такие люди. Вообще везде люди разные, да. Не стоит говорить, что, допустим, на Восточной Украине одни люди, а на Западной люди люди другие. Понятное дело, что везде есть и такие, и такие. Ну, а вы знаете, когда Самвелка сказал о том, что он сам, говорит, я за прошлый месяц денег потратил больше, нежели, говорит, я, мне люди скинули на карту. В этот момент, друзья мои, да, кстати, он еще признался в том, что как раз-таки, если у его жильцов, которым он сдает квартиру, не будет денег, то пусть, мол, они живут бесплатно. И вот это вот, когда услышала Татьяна Васильевна, надо было просто видеть ее реакцию. Она тут же сказала, да-да, ничего, Самвелка, потом, потом отдадут. Вот, кстати, Татьяне Васильевне невдомек, что на той же Западной Украине, которую она только что хаяла и обвиняла всех сплошь и рядом в том, что они там, знаете, самые настоящие мародеры, так скажем, пользуются случаем, она даже не думала о том, что есть там, между прочим, люди, которые бесплатно, абсолютно бесплатно, не потом отдашь, как сказала Татьяна Васильевна, абсолютно бесплатно пускают к себе в дом, в свои квартиры беженцев, да, и ни копеечки, между прочим, с них не берут. Многие из них работают, между прочим, в Европе и предоставляют свои квартиры, которые находятся на Западной Украине, беженцам с Украины. И, действительно, ни копеечки не берут. Далее, друзья мои, разговор пошел про Надю из дельдогарков. Ну, и тут же начала вот мама кричать. Ой, да кому-то Надя надо, шо с ней будет, кто там ее там будет бомбить и так далее. Вот, знаете, я смотрю на Татьяну Васильевну, сколько я на нее смотрю, ничего абсолютно не меняется. Но, в принципе, удивительно ждать и ожидать, что человек в таком возрасте, а ей на минуточку 74 года, поменяется, так скажем, в какую-то сторону, да. Возможно, в худшую поменяется ее характер, ну, а в лучшую точно не изменится. Так вот, Татьяна Васильевна всегда плевать на всех. Вот, кроме себя и удивительным образом не плевать ей только на любимого Эдика. Эдика. Далее. Далее, ребят, прикол. Сам Вэлка чуть было не совершил самую настоящую стратегическую ошибку, сказав, что она, вот эта вот Света, мама колясика с Игрени, годится Татьяне Васильевне в бабушке. Та сказала, ты че, говорит, совсем уже? Ты чего, говорит? Она меня младше на 24 года, говорит. Как я могу быть ей бабушкой? Мамой, говорит, да. А бабушкой точно быть не могу. Слушайте, ну, в общем, да. В принципе, Татьяна Васильевна реакция мне понятна, но, с другой стороны, я прекрасно помню, как она всегда делает акцент на том, что Ольга Леонтьевна, бабушка колясика, старше Татьяны Васильевны. Прям такое ощущение, что она ее старше чуть ли не на 20 или не на 30 лет. В общем, вы знаете, глядя на эту парочку, на сам Вэлку вместе с его мамой, складывается впечатление, что сам Вэлка вообще специально приходит, так скажем, ну, извините, скажу уж как есть, подрочить свою маму, да, так скажем, подцепить ее словесно, зацепить ее, вывести ее на эмоции ради, конечно же, просмотров и контента. Я, конечно, понимаю, что Татьяна Васильевна играет одну из главных ролей в сериале Сам Вэлла, но все же не стоит забывать, что матери Сам Вэлла 74 года. Можно как-то иногда и помягче с ней общаться. Да, конечно, она эгоистка, да вот просто до мозга, да, костей, но, как ни крути, все же возраст дает о себе знать. И вот говорить матери, что в случае чего твои кишки тут будут разбросаны по всей квартире, я что это должен ходить разбирать, ребят, ну, это, конечно же, просто трендец, да, причем не стоит забывать, что это говорит родной сын, пусть ради контента, говорит своей собственной матери. Затем, друзья мои, пообсуждав политику, сам Вэлка сказал маме, ну, ничего, в случае чего поедешь к Эдику в Россию. А она и говорит, да не, сына, я не могу туда поехать, у меня же нет документов, подтверждающих, что Эдик мой сын. Ребят, это единственное, о чем подумала мама. Вот хоть бы сказала, да ну, сынок, ты что, как же я вас здесь всех брошу, да, тебя, Иру, там, детей, внуков и так далее. Не, даже об этом вообще не подумала, никоим образом, хотя, в принципе, мама, ну, да. Причем Татьяна Васильевна, вы знаете, дама очень интересная, и память у нее исключительно избирательная. Вот что надо помнить, она почему-то не помнит. А то, что помнить не надо и не обязательно, она помнит, как, например, сколько лет Свете согреет, да, как она тут же сказала, ты что, в какие бабушки я Свете гожусь, ты что, мол, сам Вэлка, совсем сдурел, я ее на 24 года только и старше. А вот то, что у ее зятя Гены, мама умерла, да, она даже не вспомнила, вообще не вспомнила. Как будто это, знаете, вот каждый день что-то такое подобного рода происходит. Вообще, я смотрю, ей плевать на всех. Вот какое-то, знаете, у нее всегда исключительно потребительское отношение к людям. Вот только дай, 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 я, мне, туда, сюда. Да, она даже по большому счету никогда особо-то и сам Вэлла не интересуется, хотя он крутится вокруг матери, да. И когда она стала рассказывать, ребят, неприятную историю, связанную с котиком Эдика, да, сам Вэлка ей тут же в очередной раз припомнил свои, так скажем, детские обиды, как вот эта вот Татьяна Васильевна в свое время, много лет тому назад, бросила собаку, которая жила у них, которую они, так скажем, взяли, да. Ну, а сам Вэлка с Эдиком на тот момент были детьми, для них была огромная психологическая травма, когда эта собака бежала по перрону, дети сидели в вагоне поезда, и вот он обо всем об этом рассказывает матери, видно, что для него, возможно, это до сих пор какая-то, так скажем, травма, да. Ну, а Татьяна Васильевна отмахивается от этой ситуации, для нее, я смотрю, это вообще в порядке вещей, говорит. Самвел ей говорит, як ты жила, как собаку выкинула? Она говорит, да я не помню, говорит, не бреши, говорит, не было такого. Он ей опять рассказывает, значит, про этого белого Бима, да, а она ему говорит, да, я, говорит, сходила в парикмахерскую, слушайте, ну, правда, вот честно, кино и немцы. Он ей про одно, а он ей про Фому, она ему про Ерему. В итоге довел сам Вэлка в очередной раз маму до того, что она и сказала, да, он ей, вернее, говорит, говорю, как он ей сказал, пиздец, говорит, бессердечная живодерка, а Татьяна Васильевна тоже за сломом в карман не полезла и сказала, иди ты в жопу со своим Бимом. Вот, как говорится, и поговорили. Ребят, на самом деле, вы знаете, вот эта их перепалка про этого Бима была, конечно же, смешная, потому что они все это говорили на суржике, это все было весело, но так-то, по большому счету, если вообще вдуматься в эту ситуацию, да, то есть вы, так скажем, привечали к себе собаку, взяли эту собаку, да, так скажем, подкармливали ее, она жила у вас, а потом взяли и как за ненадобностью выбросили. Ну, вы, я имею в виду Татьяну Васильевну, понятное дело, что сам Вэлка бы не выбросил, там, возможно, этот Эдик не выбросил, но они на тот момент были детьми, и, конечно же, от них ничего не зависело. Ну, вот такие люди, которые, вы знаете, сначала возьмут животное, а потом со спокойной душой выбрасывают на улицу, даже не думая о том, что животное уже априори, скорее всего, погибнет. По той простой причине, что когда животное, да, начинает жить у тебя дома, то есть ему не надо добывать самому себе пищу, он к этому уже моменту абсолютно привыкает. И потом, когда его выбросить, так скажем, вот просто на вольные хлеба, это огромная вероятность того, что это, так скажем, неминуемая смерть. И это ужасно, когда люди вот настолько спокойно относятся к тому, что, ну, взяли, поиграли и выбросили. Опять же, это в первую очередь говорит, конечно же, о человеческих качествах. И даже вот здесь, да, он ей говорит про собаку, вот, которую она взяла со спокойной душой, выбросила. Вот не надо стало, пнула и пошла до отсюда. А она ему говорит, знаете, про то, что, а, я сходила в парикмахерскую и так далее. Ей вообще, вот знаете, хоть сы в глаза, все у божьи роса. Возможно, кстати, и по этой причине к ней точно так же относятся, в принципе, все ее дети, потому что она относилась так абсолютно ко всем. Далее, друзья мои, еще один влог, очередной, так скажем, который мы с вами будем обозревать. Уже сработали сирены и тут же, тут же забегали. Сам Велка вместе с колясиком. Ребят, слушайте, столько шума, столько шума. Вы знаете, столько шума не делает даже Татьяна Васильевна. Кто-то скажет, да ну, она глухая, она, мол, ни черта не слышит, когда срабатывают сирены. Ну, понятное дело, что она плохо слышит, да, но опять же, я ни разу не видела, чтобы она так себя вела. Вот просто как-то значительно спокойнее она себя ведет, нежели колясик и сам Велка, которые начали тут же носиться в три ноги. Колясик так переживает за свою маму, тут же, значит, начал ей названивать и спрашивать у своей мамы, которая на игрене, мама, мама, а где же бабахает? Вот, знаете, я смотрю на них со стороны, да. Ну, любой нормальный, адекватный человек, если бы действительно была вот такая ситуация, он бы находился рядом со своими самыми родными и близкими. А тут, ну, так они переживают за своих родных и близких, да, что сам Велка бросил свою пожилую маму, да какой бы она ни была, ей вообще-то 74 года, и она начнем с того, что даже не слышит вот звука вот этой вот сирены. Он бросил свою родную маму и сидит себе с спокойной душой, охраняет вот этого колясика, да, а колясик, который тоже так переживает за своих родных и близких, тоже побросал наигрение всех своих родных, и вместо того, чтобы быть со своими родителями, вместо того, чтобы быть со своей пожилой бабушкой, вот косни что, да, плюс там еще тоже животных предостаточно, не, он все это время благополучно торчит, так скажем, вместе с сам Велкой на вот этих вот, знаете, у этой хорошей кормушки. Далее, далее начинается уже перепалка сам Велки с колясиком. Этот говорит, давай иди сри, тут я хочу в туалет, но сам Велка часто делает акцент на том, что как только, значит, что-то у них там бабахает, срабатывает сирена, колясик тут же бежит, бежит в туалет, но об этом же говорит сам сам Велка, колясик этого тоже не скрывает, сам Велка ему орет, иди давай сри, говорит, а то, говорит, как бабахнет, говорит, так сразу, говорит, он обсирается, в общем, да, как-то так. Причем, вы знаете, так интересно, сам Велка рассказывает о том, что срабатывает сирена, и действительно ее слышно, как она сработала, они начинают в три ноги там носиться, по вот как раз-таки квартире туда-сюда, а мечутся с одной стороны в другую, орут, матерятся, и при всем при этом сам Велка выходит на балкон и говорит, о, сосед, говорит, снизу гуляет во дворе с коляской с ребенком, тоже как-то интересно. Ну, а сам Велка, между прочим, вы знаете, несколько раз, раз 10, наверное, сказал, сре, сре он сидит, сейчас ебаная по унитазу, будешь усраться всю жизнь, в общем, да, в общем, ну, а потом ролик, вы знаете, как-то заканчивается, уже все сидят в кафе вместе с Юлей, все замечательно, все хорошо, все просто здорово, как говорится, вот как-то так. Ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну, что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.